И снова мы говорим вам доброе утро. Как обещали, рассказываем, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности органов внутренних дел Республики Беларусь. И мы рады приветствовать в студии Добрый Ранец Беларусь, начальника главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Беларуси Андрея Ковалева. Доброе утро. Доброе утро. Для начала примите наше поздравление самое искреннее с этим праздником, потому что благодаря вам мы знаем, как нужно себя вести. И наши деньги целы. Да, и наши деньги целы, хотя, конечно, множество историй. Наверняка мы сегодня услышим о том, как люди вроде бы знали, вроде бы слышали, но все равно попадались. Расскажите нам, пожалуйста, о том, чем же занимается подразделение КА, как его еще называют Министерством внутренних дел. Ну вот, киберпреступность. Киберпреступления. Каков вообще процентах в общем числе преступлений? Мне кажется, сейчас превышает. Нет? Немножко уточню. Этот процент постоянно варьируется от различных ситуаций, от того, что происходит на территории нашей страны, у наших ближайших соседей и в мире в целом. Много факторов влияет на киберпреступность, потому что цифра проникла абсолютно везде. Сейчас становится меньше так называемых бытовых преступлений, когда на улице какие-то совершаются, да, какие-то семейные вопросы. Все ушло в сеть, все ушло в цифру, потому что за аватаркой, за сетевым именем может выступать кто угодно и представиться можно кем угодно. Вы сказали про факторы, зависит от факторов. Назовите хотя бы парочку. Экономическое, политическое, что происходит у соседей. Используется положение. Конечно. Мы сегодня уже называли ряд таких названий, которые, может быть, не у всех на слуху. Кардинг, вишинг, фишинг, хакинг. Это все о мошенничестве, да, к большому сожалению. Вот как вообще в этом многообразии терминов не потеряться и на самом деле, что они означают? Да, действительно, вы правы, сленга очень много. Да, я постараюсь сегодня уйти от сложной юридической и технической терминологии. Вот максимально доступно постараюсь все это объяснить. Безусловно, скажем так, условно язык киберпреступности это английский, признан международным языком, поэтому сленга много, но многих производных идет от английских слов. Тот же вишинг, ловец, фишинг, сватинг, можно множество перечислять, не будем тратить это время. Я, наверное, на примерах покажу и расскажу, что это такое. Самое распространенное на сегодняшний день это вишинг и фишинг. Это виды мошенничества. Вишинг, когда вы производите те или иные действия, я вывожу вас на определенную модель поведения. Вы производите действия, то есть я заставляю вас отдать свои денежные средства. Это на примере, да, я что-то продаю в сети, мне высылают ввести свою карточку. Либо вам предлагают ввести, либо вам говорят, что пробовали оплатить на ту карту, которую вы предоставили, и не получилось, перейдите, пожалуйста, по ссылке, чего делать категорически нельзя. Никаких ссылок, помните. И никаких вводов числа с обратной стороны своей карточки. Если вы его вводите, так и знаете, вы расстанетесь со своими деньгами. А фишинг? Фишинг это когда вас ловят. То есть ловец, фишинг, от производного латинского слова. Опять же, выводят на определенную модель поведения. Вишинг, вы производите те или иные действия. А фишинг, когда вы переходите по ссылке, получают доступ к СДБО, к вашему системе удаленного банковского обслуживания, либо к вашему мобильному банкингу. И уже преступник от вашего имени совершает те или иные действия. То есть снимает все денежные средства со счета, берет кредиты и так далее. Так здесь же вообще концов не найти, молодцы. Хорошо, а что такое кардинг? Кардинг довольно распространенный, умирающий на сегодняшний день. Первое преступление вообще на территории Республики Беларусь официально зарегистрировано в 1998 году. Это был вещевой кардинг, когда реквизитами иностранных банковских карт на известных интернет-площадках оплачивался тот или иной товар, доставлялся в Беларусь и потом продавался. А давайте поговорим, вот каждый раз ваши сотрудники к нам приходят и рассказывают о каких-то новых способах обмана. Появился какой-нибудь новый? Способов множество. Мы знаем, что в сетях где знакомятся появились. Да, действительно, вы опять правы. Современные, к сожалению, современная молодежь, она вся находится практически в сети, потому что бытует мнение, если в сети тебя нет, значит тебе нет. Ну, это современная реальность, и нам с этим нужно жить. Да, очень популярно знакомиться и в Тиндере, и в Твиттере, и где угодно. Не будем говорить, различные социальные сети, знакомится парень с девушкой, или, наоборот, возникает какая-то симпатия, какое-то общение, поступает предложение, там, так, незначая, вот есть какая-то там, условно, фильм или какая-то интересная пьеса, давай сходим, давай. То есть приглашают на первое свидание? Приглашают на первое свидание. Виртуальное первое свидание. Казалось бы, ничего особенного. Абсолютно верно. Предлагается ссылочка, девушка или мальчика. Еще раз напоминаю, что в сети интернет за аватаркой, за именем можно представиться кем угодно. Парень думает, что общается с девушкой, как правило, это парни. Переходит по ссылке, заказывает билеты, делает романтик, все оплачивает, все классно, замечательно, и ждет, вот он, вот весь в эфоре, и все совершится. Категорически делать нельзя, переходит по вредоносной ссылке, злоумышленники получают доступ, опять же, к его мобильному банкингу, с его счета все переводится, как правило, берутся онлайн-кредиты. Деньги выводятся мгновенно, даже с учетом того, что есть определенные вопросы по переводам, с учетом свифта, деньги все равно выводятся. Вот как в связи с этим обезопасить свою банковскую карточку? Мы с вами разговаривали вне кадра, да, о том, что есть ряд действий, которые помогут, по крайней мере, обезопасить себя и свои финансы. Сегодня очень четко нужно понимать, что компрометация одной из банковских карт, она ведет к компрометации всего счета. В рамках одного банка у вас должно быть несколько счетов. Именно счетов, внимание, не карточек, а счетов. Потому что это удобно, да, действительно, с учетом пандемии, с учетом цифры, мы ушли от наличных расчетов, мы ушли от копеек, да. В школах очень модно стало рассчитываться банковская карта либо телефон. Это удобно. Дети зависимы, они копируют поведение друг друга. Но если вы ребенку открыли банковскую карту к одному, привязали к своему банковскому счету, что категорически делать нельзя, компрометация счета приведет к компрометации карты ко всему счету. В одном банке у вас должно быть несколько банковских счетов. Условно ваш, условно супруг, дети. Обязательно должна быть виртуальная карта, она так и называется виртуальная, для оплаты товаров и услуг в сети интернет. И должна быть, назовем ее, карта для отпуска, для отдыха. А лучше их, чтобы было несколько, различными валютами, условно там по 500, по 600 долларов евро, той валютой, которая вам необходима, на них находилась. Вы себя максимально обезопасите. Вот такой короткий ликбез. Спасибо вам огромное. Наденьте, все нас услышали. За это. Ну, конечно, хотелось бы еще поговорить о том, что множество, на самом деле, у нас вопросов, просто огромное количество, все невозможно впихнуть в один эфир. Мы хотим вам предложить воспользоваться нашей камерой и пожелать вашим коллегам чего-то в ваш праздник. Прежде всего, я хотел бы поздравить наших уважаемых ветеранов, пожелающим крепчайшего здоровья, жизненной энергии, а энергии у них стоит только позавидовать, всех тех, кто стоял у истоков создания, формирования данного подразделения. Большое вам спасибо за ваш большой труд, за то, что вы заложили и создали серьезный фундамент, который нам предстоит дальше развивать и развиваться. Мы вас не подведем. Я бы хотел обратиться к личному составу, поблагодарить их за проделанную работу, поблагодарить их за службу, потому что успехи любого управления и руководителя напрямую зависят от каждодневной, зачастую незаметной работы его личного состава. Спасибо за службу и с праздником вас. Большое спасибо. Мы вас опять поздравляем с праздником. Напомним, у нас в гостях был начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Беларуси Андрей Ковалев. Спасибо.